ну что ж здравствуйте всем небольшой ролик хочется заснять конечно кому интересно есть видео как я начинал строить вот этот вот небольшой пятачок участок для души что называется идейным вдохновителем как и вдохновителем по сути это является роман нагуманов очень хороший человек здесь у нас челябинске который занимается экзотами вот и собственно говоря когда я побывал у него раз первое мое впечатление словно попадаешь другой мир должен заметить что у меня очень широко развитое чувство и вот действительно когда подходишь к дому во-первых какая-то энергетика исходит от дома романа положительно естественно во-вторых когда вот переступаешь ворота это сразу резкая смена ощущение вот воздуха то что действительно там кислород там воздух вот это точно могу сказать кто вот не верит переходите к роману за покупками естественно ну и сразу вот прочувствуйте эту разницу после вот грязного челябинска вот этот воздух пока ты идешь до романа там ужас что творится постоянно и вот это вот ощущение первое вот поэтому вот когда я побывал у него я настолько вдохновился что понял надо что-то менять ранее здесь стояла теплица это самая 12 метровая ныне была 6 метровой как раз вот ее середина я ее просто располовинил так же как мы допустим в 90-е булку круглого хлеба напополам резали вот прям такая ситуация и располовинил та идея пришла моментом фактически располовинить и расположить то есть по сути это можно назвать забором законный забор скажем так из этого пластика поликарбоната вот когда убрал эту теплицу уже сразу картина еще до в принципе нарисовалась голове как и что здесь будет вот и я просто начал вспахивать вручную эту землю чудо лопаты это вдохновение тоже спасибо отцу геннадию кому интересно в поиске видите чудо лопата от отца геннадия то он еще давным-давно лет наверное 6 назад я вдохновился сварил такую же просто ну не нарадуюсь ну вот возвращаясь к этой ситуации этот пятачок вот был огражден скажем так и соответственно здесь а вот именно я решил что в будущем как говорится всевышний дождя живу здесь должен будет быть сад сад экзотов прежде всего соответственно были приобретены деревья я в принципе приобретал всю весну по мере вот ну как и говорится люди покупают украшения как я ранее говорил кто слушал что все от вас зависит покупая украшения я как говорится могу позволить себе купить такое вот дерево вишню допустим различные вот экзоты вишни в том числе яблоня вот половина названий к сожалению я не помню вот у меня как говорится фотографическая память на лица но на имена вообще никакая но я думаю кто узнает может быть сам роман посмотрит он сразу напомнит что это и когда это все было приобретено у него тебя после кошения газона сейчас не пугайтесь гортензия даже собирается свести бог даст доживет не замерзнет чтобы за цветение было еще гортензия но она очень болела по весне когда я ее приобрел не тяжко то есть у меня в планах здесь вот пустить ряд именно гортензий что-то вся стена будет из гортензии самых разных сортов вот магнолия красавица дзен она врос умничка пошла вот орех грецкий скороспелый но он что-то вот нехотя приживается скажем так очень сильно болеет вот тоже всего романа приобретено вот эти вот красавцы фундук мальчик и девочка как я их называю даже имена есть но не скажу доводится они хорошо прижились умнички шелковица как же я ее ожидал все таки это дерево с моей родины кавказа азербайджана но к сожалению вот мы не хочет она никак два раза на листья давала сбрасывал давала сбрасывал сейчас в итоге вот я вижу что она гибкая гнется то есть она не засохла но не хочет ни в какую расти вот значит персики персик дерево в рост тоже хорошо пошло умничка два абрикосика насколько я правильно помню то есть я им уже изначально сразу меняю форму так как мне нравится немножко такое бонсай ну скажем так на самом деле здесь ситуация другая была я запомнил что роман говорил что надо их сажать под углом но я честно говоря не запомнил что именно под углом то сажать и посадил два этих вот дерево под углом а потом жена тебе что делать нехер пардон за мой российский вот ну в качестве я решил их вправить а потом посмотрел опаньки формата классно получается но скажу сразу я их еще не обонсаивал то есть тоже это все в плане будет в этом году я наверное их не трогаю пусть спокойно растут приживаются вот он как хорошо у вас пошел красавцы вот далее конечно же вот это вот моя гордость скажем так вот есть альпийские горки у меня альпийская ямка вот ко мне я натаскался от души конечно ничего не скажу но переходим деревьев вот какой красавец кедр здесь я с дуру конечно уже выдернул посадил дерево наподобие за леса вот но я его выдавил для работы утащил мастерскую она потому что самосевом потом начнет мучить меня вот так вот кедрушка он бедный весь затененный был упустил здесь он тушится вот такой красавец в дух красный вот он тоже в рост очень хорошо пошел прямо вот свежая веточка поперло касается это мне супруга подарила семян даже не знаю как называется сухоцвет какой-то будет папоротник это свой спас его от смерти так сказать невольный вот только что буквально со старого места это первое что романа покупал два года назад гинка белоба я его пересадил сюда к собратьям кленчик вот такой вот красный красавец тоже слава богу рост пошел сколько я боялся что не пойдет нет пошел вот канадский клен я уже начал потихоньку бонсаивать вот это новое чему научился придание формы без участия проволоки немножко такая садистки выглядит но он будет реально красивее таком формате до секрет бурга привезди центра вот ее в руках держу как раз вот в общем то это одна бабушка покупал в поселке ну и здесь я конечно же не мог не сделать это первое что здесь должно было быть это лавочка три раза я переделывал пока на заброшенном соседском участке не набрел на вот эти вот граниты но естественно я осилил два раза спину срывал но я их приволок сюда старая лавочка она съемная то есть она просто ложится здесь чтобы не качалась там я пытался ровнять но тут я просто подпираю камнем чтобы она не шаталась когда я сажусь на нее тут можно не только сидеть но можно и лежать собственно говоря и вот любуешься вот такой вот красотой так что вот тут вообще я даже вдохновленный своим крестным думал бассейн делать но потом пока в этом году передумал во первых расходно украшение не особо в этом году продаются к сожалению вот по крайней в россии но в любом случае вот в этом году пока отложу хотя небольшой вот пятачок можно было бы выделить а то и вот туда вот вывести такой вот знака бесконечности но ты такой красотой любуешься вчера вот я на заброшенном участке вишню вырубил почти всю там он видно потому что вишня это здесь главный сорняк года то ужас но здесь слава богу никакая вишня не лезет тут я чудо лопаты от отца геннадия глубоко вскопал соответственно тут все нормально только вот всякие такие вьюны но все такая красота соответственно что как я это вижу в будущем здесь будет стеной самые разные экзоты я буду придавать особую форму соответственно обанса иную они будут как бы те вот так вот стенкой вокруг вот это все вот пяточок здесь я еще продолжу что-нибудь у романа приобрету до сажу там вот у меня же мы сидят я немножко подрезал в этом году впервые за пять лет вот сюда прямо ну два даже наверное дерево просится вот а может быть и только одно там пойдет гортензия как я говорил ранее здесь мне будет глаз радовать магнолия своим запахом своим светом будущем здесь будет вот это деревце как же его называют господи забыл ну вот она тоже будет такая как елочка цветущая красота вообще фиолетовый цветет вот тут это яблоня грубо говоря вид я делаю для себя для для души он мы так на меня смотрит вид делаю для себя для души а почему по кругу именно плодовые экзоты да это все опять же для супруги по той простой причине что она мою идею насчет вот этого сада дзен назовем его так не одобряет но именно вот экзоты плодовые фруктовые я посадил по кругу именно для нее чтобы она могла кругами ходить и вкушать я мог здесь сидеть и наслаждаться вот скажем так поэтому вот дай бог все проживется все будет хорошо на будущий год все-таки они первый год будут зимовать на новом месте в земле уже ну а всем всем кому интересна такая тематика рекомендую обращаться к роману нагуманову ссылку я оставлю закрепленную на его страницу на группу ну действительно если уж брать то братья этого человека это вот ну по крайней мере от души что называется вот моими глазами папку вот такого вот ситуация что касается вот шелковицы ну наверное в этом году не получилось у меня целым деревом купить то есть уже мы многолетним у романа вот если она все таки не восстановится не судьба будет то естественно буду на будущий год думать о приобретении именно деревца грецкий орех вот я конечно приличном стоит с одной стороны но вот я немножко расстроен что он не пошел ну ладно посмотрим что на будущий год будет эти красавцы меня прям душу радуют фундучки ну и здесь конечно это грядка это моя любимая все здесь прямо душа хочется смотреть смотреть и любоваться естественно опять же для чего такие экзоты конечно же это листья конечно же это листья для работы для льва на пластика и так далее то есть это все вот именно для души во первых а я жду вот когда покраснеет дуб по осени хочу насладиться этим моментом потом сбросит листья вот этот момент самый классный когда ты вот в ожидании листья падают ты приходишь и просто их собираешь и увековечивая что называется также гинкобелопа я их никогда не рву они сами мне все отдают кстати к слову сказать сейчас еще покажу вот попутно что это уже первого романа покупал два года назад вот отсюда я гинка выкопал это моя так называемая рабочая гряда здесь в основном все кого я ну наверное спас вот калина допустим ее кто-то рубанул но я ее у меня рука все говорят легкая воткнул два года назад а год назад вру вот в тот год и она слава богу прижилась это вот красавица облепишка это вот с родного деревца я ее обонцел в первый год кто-то мне там говорил да что да так не делают но вы посмотрите какая красота получается кто скажет что это облепиха вот на данный именно момент вот посмотрите какая красота она была то есть обрезана полностью придана иная форма но это вот что-то экзотическое на самом деле получается вот такие вот красавцы вылазят просто обалденно именно тот момент вот я вот пытаюсь запечатлеть ну вот он для вас теперь специально будет вот такая красавица до каждая почка заново полезла да конечно я могу и убрать снять как говорится контролировать это постоянный контроль по сути тут главное не запускать так как тебе нравится как ты картинку голове рисуешь так и делаешь без всяких там сожалений задумок или еще что-то ну да ладно дальше вот этого черемушка я ее вообще увидел чисто случайно два года назад когда ходил купаться вот на шишневское водохранилище мимо проходил посреди буквально вот возле берега поля вот растет куз весь белый усыпанный цветочками но я ветку взял с собой а потом подумал а что дерево пропадает на самом деле и я его пересадил думал не оживет не выживет но нет она вот в этом году долго долго не просыпалась и вот проснулась то есть она и цвело в принципе мне светение было и она вот такой красиво еще толком не обонсал просто убрал старые ветки вот тут старая вековая черная смородина жена год убирай нафиг убирай нафиг ну я и убрал к себе на рабочую грядку слово сказать она мне дает свежие молодые листья не только ягоды я не люблю черно-смородину ягоды люблю красную белую особенно но вот листья для засолки для маринада огурцов помидоров она мне стабильно дает потому что я за не ухаживаю вот собственно говоря это я вам показал так но мою сторону а если говорить о стороне романа то вот первое тоже помимо гинкобелопа что я не покупал два года назад вот это вот красавец дуб она обалденный японский дуб насколько я помню вот когда он дает красавчики листья сбрасывает он во-первых краснеет господи дуб говорю клен извиняюсь на клен он краснеет и вообще такая красота он прям огненный я вот запечатлел про тот момент этот но жду еще тоже я им потихоньку начал придавать форму вот он опять листья лезет совать но я его не тереблю по той простой причине что опять же все эти листья пойдут в работу гальвана пластика также вот такая вот красота но тоже это у нас сакура сакура ей тоже буду придавать форму она как раз вот прямо уже такая разветвленная сама по себе значит надо вот эту ветку вот переделать немножечко и что еще здесь конечно же до камни 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 тоже я их натаскался об руку вот цветы это я с дуру посадил это мне мама дала львиный зех опять же для работы но вот они все закрыли виды поэтому буду убирать когда они семена мне дадут коробочки вот такая вот яблонька декоративная тоже красавица я жду когда надо будущий год зацветет таким прям вишневыми цветами она именно декоративка вот красота будет поэтому собственно говоря вот что хотелось показать еще раз повторюсь роман нагуманов приобретайте у него экзоты это не пожалеете потому что говорю что вот именно для меня что важно что человек из семян выращивает это все уже адаптировано под наш климат это уже все как говорится от души от и до поэтому вот такая вот красотень в общем то еще что хотел сказать всем добра пока пока удачи